у меня снова зацвел такой цветок видите сколько бутончиков там и вот скоро другой откроется он вонючий не пахнет абсолютно понедельник всем привет забито боже как классно у нас как хорошо вроде бы недавно я до убирала смотрите опять снова 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 грязно ну что тебя делаешь балкон это такое дело вчера только на том балконе прибралась сегодня на этом сегодня у меня захотелось общаться с утра мои дорогие зрители что хочу вам рассказать конечно когда только окунешься в социальной сети жить не захочется вот клянусь а это так заманивает везде показывает какую-то информацию сегодняшнюю ну а самое страшное люди все бегут я имею ввиду границу россии и грузии тысячами километров тысячи километров очереди у меня одна знакомая моя она наконец-то нашла свою любовь такая история у нее я за него очень переживаю дай бог чтобы она доехала удачно нашла свою любовь жених ждет ее вот она не думала что она приедет за двенадцать часов в атоме границы турции где он ее ждет а оказалось что она уже двое суток там никак не доедет женщина возрасте я говорит умираю света я говорю держитесь моя дорогая жизнь вас наладится значит вам нужно было долго искать свою судьбу а потом вот трудности вам последние предоставляет жизнь пройдите их достойно да тяжело конечно очень тяжело говорит вообще не продвигаемся сидят маршрутки ну вот такая ситуация друзья мои что творится сейчас прочитала границу вообще за кровь для мужчин мужчин не будет пропускать у меня тоже непонятно что с сыном я знаете что думаю его корабль никак не причалит к порту и поэтому он никак не выйдет а потом я думаю с другой стороны может это так и должно быть чтобы он там был сейчас в батуми душа разрывается да душа разрывается друзья мои как будет что будет не знаю видите как цветочки поливают деревья в общем вот такой вот у нас сегодняшний день непонятно но ничего не понятно сейчас я приду никуда не пошла сегодня решила выспаться ну не знаю вот так захотелось душа я же сама себе хозяйка когда хочу работаю когда хочу не работаю сейчас сяду и сделаю йогу и приступлю к своим обязанностям кофеек выпью и начнется такая же жизнь вот блин живите сегодняшним днем и радуйтесь вот этому красивому цветочку радуйтесь мои дорогие пойду посмотрю на те которые пересадила как они сюда не прилетает у меня скворешь ни одна птичка такой тяжелый тяжеленный даже не пахнет так что лучше я поставлю сюда цветочки сегодня вечером я решила приготовить себе себе из куриного фарша с рисом фрикадельки да они называются по-русски вот именно без масла капельку может оливкового масла лучок зажарю сейчас там у меня жарится лучок добавлю томатной пасты и в горячую воду кину свои фрикадель очки а еще вы знаете что я научилась новому рецепту тесто для вареника но у меня горячая потому что я его заварила кипятком их замесилась очень легко сейчас надо его полчаса постоять сначала я решила сделать вареники с пельменем а потом думаю нет попробую-ка замесить это тесто оставлю его на какое-то время на полчаса а потом положу в морозильник и может завтра налеплю вареников с картошкой а из куриного куриной грудки я приготовила фрикадельки вот я расскажу вам что сюда и входит смотрите значит что надо делать берете 4 стакана просеянной муки стакан и где-то 250 грамм обязательно муку просеете она так лучше дышит и получается обалденное тесто вы сами видите оно такое горяченькое мягенькое очень хороший рецепт этого теста дальше вбиваете одно яйцо перемешиваете их хорошо с мукой затем добавляете 100 грамм растопленного сливочного масла горячим вмешиваете в это тесто ну и забыла я вам сказать что нужно добавить соль соль по вкусу затем берете стакан крутого кипятка 250 миллилитров и вливаете в эту массу и быстро быстро лопаткой все перемешиваете или ложечкой затем когда все перемешали вы приступаете к ручному замешиванию минут десять и готово тесто вот обычно такой рецепт попробуем потом на деле так а также хочу поделиться с вами информацией мы вот эти дни закуплялись тут рядом на базаре поэтому сегодня мой муж купил на базаре помидоры баклажаны эти кабачки 10 лир прямо отобранные как рассказать очень хорошие купил перец красный зеленый капуста вот эта мама стоит 12 лир но ее так много еще что он там купил рокула рокула и петрушка вот такой сегодня был базар сейчас я приступаю готовки моего ужина вот такие фрикадельки у меня получились сейчас иду кушать салатиком мой муж пока не пришел я не буду его ждать потом будет поздно ну а тесто стоит сейчас я его не буду им заниматься она тепленькая еще просто положу потом в холодильник и все еще не успела раз грузить занимаюсь делами по бизнесу телефон не смолкает у нас сейчас промоушен хороший всем привет мои дорогие друзья мои дорогие любимые подписчики может вы в курсе у нас ночью вчера 22 45 произошел теракт в мерсине даже не верится что такое может произойти в наше время но наше реальное время меняется с каждым днем непредсказуемое во всем мире происходит что-то какие-то забастовки какие-то убийства постоянно друзья мои постоянно умирают тысячи сотни тысяч людей во всем мире ой когда это становится хаос когда все начнут мирно жить и ценить каждую минуту своей жизни может поэтому никого нет сегодня на набережной да и так никогда не было у всех какой-то страх да у меня тоже был страх мой муж спал то уйти не идти идти не идти хотя с шести часов на ногах порисовала я смеля графику и думаю пойду наполнюсь энергией сегодня первая ночь была у меня когда я нормально спала 4 часа без пробуждения потому что вчера я не рисовала вчера было очень много событий звонки с родными близкими людьми мне с друзьями из разных городов мира а сегодня мне просто хотелось прийти сюда на набережную кстати сегодня у нас день йоги но девочки тоже побоялись выйти поэтому я не спешив решила прийти сюда в 10 часов и вдруг мне захотелось сегодня искупаться мои дорогие я хочу почитать книжку а потом пойду искупаюсь и домой как произошел теракт две девушки подошли к полицейской будке ну естественно к охраннику который сидит в будке перед входом она не стала причем в рюкзак тяжелый видно что вели вели перетаскивала зашла близко к будке и выстрелила несколько раз убила полицейского Людмила царство его небесное вернулась к своей партнерше и они начали стрельбу естественно полицейские сразу среагировали начали обстреливаться ну конечно ранено много полицейских и в итоге что а у них еще был парень с ними он в это время взорвал полицейскую машину или какую-то там я не знаю стрельба была хорошо в это время не было так много людей на набережной это наверное спасло но конечно кто живет там рядом у всех паника все выставляют свое видео в тиктоке в инстаграме в соцсетях конечно это страшно плачут такой взрыв был мощнейший и этого парня связали та девушка которая с рюкзаком была она взорвала себя подорвала потому что у нее в рюкзаке была бомба и в соцсетях начали выкладывать фотографии ее головы просто какой-то кошмар молодые девчонки молодые девчонки я не знаю зачем они прощаются с жизнью которую им дала мир вселенная зачем они уходят под действием какого-то маятникова который заставил их умереть ради какой идеи ради какой идеи я это не понимаю как можно себя убить это надо же так зомбировать человека чтобы он решился на такой поступок молодая начинает только жить и вот все это прекращается но как говорится у каждого свой путь каждый выбирает свой путь не так ли друзья мои и я выбрала свой путь и вы выбрали свой путь и каждый выбирает свой путь наше нелегкое время и не хочу я заканчивать грустью мою речь берегите себя мои дорогие берегите себя оцените каждую минуту благодарите вот чем больше будете благодарить мир и вселенную бога за все за все за все тем больше трудностей будет обходить вас стороной тем больше негатива будет обходить вас стороной тем больше зла будет проходить мимо вас ваших семей ваших детей поймите что это действует сто процентов мы сами создаем свою реальную жизнь мы владельцы владельцы нашей судьбы и то что происходит с нами это все и возвращается бумерангом за наши какие-то нехорошие поступки да это истина все нам возвращается бумерангом что нам приходит плохое значит мы где-то в какой-то ситуации поступили не так как надо по-человечески по-доброму поэтому призываю всех будьте добры кто там еще идет господи мусорщик или с ружьем будьте добры друзья мои я вас очень прошу не подавайтесь этим деструктивным маятником никогда цените эту жизнь цените каждую минуту всем привет мои дорогие сегодня я все-таки решила заняться пельменями то есть варениками жарю лучок здесь мое тесто приходит с себя после холодильника размораживается можно так сказать и будем лепить сегодня с вами вареники вот так вот мой птенчик подрастает с каждым днем мама его оставила видите может его или не видите мама его оставила и я сейчас боюсь чтобы он не выпал вот все время контролирую видите сидит так будем надеяться что он во власти вселенной и поможет ему вселенная ну а я пошла заниматься делами мои дорогие а вот я привет еще раз мои дорогие друзья как вы знаете у нас несколько дней назад произошел теракт я хочу кое-что рассказать по этому поводу новости не заканчиваются какие-то новые видеосъемки появляются от свидетелей этого происшествия а также из камер значит сегодня объясню ситуацию что произошло у нас оказывается мы перепутали адрес это не возле нас чуть-чуть подальше это произошло в ТЭДЖ где конечная остановка автобуса и туда чуть-чуть дальше в ночное время произошло вечернее 22.45 кажется произошло этот теракт в полицейском доме что такое полицейский дом мой муж мне объяснил это когда семьи полицейских могут приехать к морю воспользоваться как отель и счастье что эти женщины не проникнули внутрь этого отеля полицейского дома и не пострадали семьи полицейских а пострадала только как говорится в упор выстрелили полицейского погиб один несколько ранено эти две женщины террористки подорвались обе на мине на бомбе которую несли и сегодня показывали героев оказывается ситуацию разрулили охрана которая ходит постоянно по берегу по набережной вот Бекчи называется они не полицейские а просто охранники сегодня показывали по телевидению как они нанесли удар стреляли в этих девчонок оказывается еще два человека островной волной с балкона вылетели но знаете как этаж невысокий поэтому они отделались ушибами осколками несколько поранились идут расследования знакомая писала что у них забрали ОМОН несколько человек сейчас идет расследование идет по всей Турции даже не два не две девчонки будет естественно группа какая-то таких смертников можно так сказать которых не боятся расстаться с жизнью а также вчера когда я была на зомби зомби группы прислали нам сообщение что 29 в 14.00 будет сирена в Мерсине новую сирену установили и будет проверять как она работает чтобы мы не пугались не звонили полицейским не в участке пусть не паниковали вот такое друзья происходит да как будет работать сирена во всем городе Мерсине конечно страшно но что делать все что идет идет к лучшему как говорится мы не вправе и не можем изменить весь этот мир мы только можем радоваться вот этой жизнью этим тенчикам цветочкам любимым и семье всем окружающим нас рассказала вам кое-какие новости и иду у меня лук жарится друзья мои смотрите что я сегодня задумала и что я сегодня приготовила у меня такая запарка в работе богу спасибо и вселенной а мои пакеты еще не разобраны ждут меня ну дождутся время 6 часов я сегодня очень хорошо поработала молодец а мужу я хочу приготовить пиццу у меня там есть в морозильнике но я не сообразила я сейчас приготовлю ему суп мягчимик приготовлю пиццу и а это я для себя спрят положу потому что он сказал что он не хочет не любит мои вареники с картофелем ну никто не любит там кто-то не будет кушать а знаете какое тесто обалденно хорошее боже я таким тестом никогда не помню чтобы я что-то делала вареники так легко лепить я сделала это за 10 за 15 минут наверное очень легко лепить друзья мои оно такое эластичное просто обалденно и смотрите у меня тут переполненная морозилька думаю что хватит здесь ой 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 и не испортится нет 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 испортила сейчас роколу куда-нибудь допустим вот такая переполненная у меня морозилка и нижняя тоже вот нижняя тоже места нету друзья мои вчера мой муж еще сделала лишь веришь покупки все я сейчас замешиваю тесто а на меня посмотрите с ванной быстрее на кухню волосы мокрые только распустила готовлю тесто кстати забыла вам сказать что рецепт теста на вареники смотрите в описании под видео и ставьте лайки пишите комментарии за то что делюсь с вами такими секретиками тесто я уже замесила накрыла тут я нахожу готовый суп мерчелек в общем друзья мои все очень просто сначала лук кидаешь крупную тогда некогда вот такой суп я вам просто рекомендую смотрите я сюда положила также кабак кабачок лук картошку все подряд видите оно потушилось чуть-чуть очень легко чуть-чуть сюда сюда ставлю мерчелек смотрите а как же вот все готово готово будем варить до готовности потом посмотрю может еще в воду добавлю соль и приправы вот и мерчелек какая Светлана хозяйка какая хозяйка посмотрите решила и не пиццу а пирожков с картофелем это же я приготовила а он отказался вот я решила его обмануть и вот сверху семечками посыпала ну естественно яйцом обработала будут здоровые такие у нас пирожки а здесь тесто поднимается поднимается положила в морозилку все сейчас я накрою это полотенечком да пускай они чуть-чуть поднимутся и в духовочку пахнет на всю комнату на всю квартиру на всю кухню там же у меня такая вкусная начинка вы видели сами и лук и укропчик сейчас буду кормить моего мужа сейчас я их ой какие горячие не дотронутся посмотрите какие они получились вы сами знаете там пюре ой не могу дотронуться горяченькие горяченькие надеюсь Ашкемчику понравится не жирненькие горяченькие я сегодня кстати ничего не кушала поэтому сейчас буду ужинать вместе с Ашкемом приятного нам видеть дорогие мои друзья а здесь посмотрите какой вкусный суп Мерчимек а это наш балкон кстати я вообще забыла про мою голубиху я такая занятая там друзья мои расскажу вам новости сейчас обалдеете короче вот эта соседка рядом я рассказывал вам что сын привел русскую невестку не знаю русскоязычное так что вот такое вот что ненавидишь оно к тебе приходит поэтому любите всех и хорошее к вам придет я говорю тихо потому что мой муж там заснул и тут я не буду уже кричать на балконе перед соседями пока пока я очень надеюсь что я сегодня расложу мои эти пакеты и покажу вам что он купил ну а это надо уже спрятать в морозилку он купил вчера вот килограмм фарш видите 109 килограмм сколько стоит 109 45 ну в общем сейчас распределю их по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть и все и в морозилку говорю говорю оказывается не снималась я сойду с ума я сойду с ума друзья мои я думала что мой муж принес все что я хотела оказывается нифига он не принес что я хотела он принес несколько пачек макарон раз два три четыре пять шесть я вчерашнюю открыла вот принес вот такие макарошки рис купил это с двух магазинов он принес еще 4 кило сахара мой муж готовится он любит его он стоит 17 лир в кооперативе это манка так выглядит манка ирмик называется вот так выглядит разрыхлитель разрыхлитель так выглядит суда пищевая посмотрите сколько пакета три пакета так выглядят сухие дрожжи куру майя куру майя и так же выглядят сухие дрожжи куру сухое майя дрожжи есть и жидкие так вот это вот средство для смягчения белья во время стирки и это средство для против накипи накипи по-турецки как называется ладно не будем продолжать это для средств понятно тоже это для того чтобы блестела и это средство юзей тэмизли джи юзей это с лавандовым запахом для мытья полов до места все вот это моё средство для жира это новые какие-то таблетки друзья мои я такая никакая вообще сейчас покушали с ним никакая никакая и сейчас не предстоит работа еще что вот наконец-то разложила на пускай сейчас лежит здесь пока пока ставьте лайки подпишись на мой канал не забудь нажать на колокольчик поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими всех вас люблю и ценю с вами светлана от а